Друзья, всем огромнейший привет! Сегодня будем делать очередную самоделочку для нашей мастерской. Вот из такого дубового бруска, но это в моем случае дубовый брусочек. Я его сейчас отторцую, сделаю поменьше, а также пригодится полотно от лобзика. Самоделочка простейшая, но достойная вашего внимания. Может пригодиться кому-то из вас. Вам всем приятного просмотра! Поехали! Друзья, конечно, все можно было бы сделать обычной пилой, но ведь, согласитесь, если есть у меня леточная пила, глупо было бы ей не воспользоваться. В общем, сделал вот такой вот я маленький брусочек. Шириной у меня получился 15 мм. Глубиной, вернее, да? 21 мм. Шириной и длиной 126 мм. Сейчас надо найти центр. Теперь, где-то на глубину 7 мм, сделаем пропил по центру. Получился у нас вот такой вот пропил. Берем двухкомпонентный клей и забиваем полость с одной стороны. Нам тут много не надо. Берем полотно и вставляем его в прорезь. И оставляем все это дело сохнуть. Не показал пилочку, я еще немножко вбил. Ее острия вошли, получается, в дерево. Здесь у меня такая щетка, ну, как называется, на липучке. Она уже, видите, послужила в свой срок. Не переживайте, это старая. Новая у меня уже куплена. Становит прям уже хорошенечко отходу. Сейчас возьмем клей. На клей посадим. Ну, я думаю, все уже высохло. Сейчас немножечко доработаем. Здесь лишечку уберем. Ну, в принципе, наша сама девочка готова. Теперь будем ее испробовать. Предназначена для лобзика. Сейчас все вставляем. Проверяем, как это работает. Все четко. А для чего, собственно, она нам нужна? Вот, есть у нас доска. Отпилить мы всегда лобзиком, да, можем и внутри. Но шлифовать приходится всегда это напильником. И чтобы избежать нам неудобств, как напильником работает, мы можем всегда взять наш инструмент и обработать поверхность. То есть, тут сразу видно, поверхность сразу выбирается, видно, да? Также можно и внутри. У нас получается идеальная структура, вот где мы шлифовали. Друзья, ну, у нас с вами получился вот такой вот простейший электрический напильник. Делается совершенно просто за 5 минут. Функционал его огромен. Я думаю, что самоделка получилась довольно-таки рабочая. А тем более, вещь, сделанная своими руками, приносит удовольствие вдвойне. Я думаю, у каждого есть такой лобзик. Ну, не обязательно этой фирмы. Я думаю, что все знают, что он предназначен для криволинейных распилов. Ровную линию у нас не получается с ним сделать. Сейчас я, конечно, это быстренько продемонстрирую. И вот как бы я ни старался, выдерживал все, все равно он видно, да, что неровненько получается. Конечно, это можно исправить. Берем какую-нибудь ровную поверхность, доставляем. И если у тебя есть фрезер, конечно, легко можно все исправить, сделать ровненькой поверхностью. У нас ровненький идеальный срез. Но это, конечно, если есть фрезер. А если нет фрезера, то только один лобзик. Сейчас сделаем одно маленькое приспособление из той же самой фанерки. Берем какую-нибудь палочку, подставляем дощечку. Также буду использовать пятнадцатую фанеру. Это заводской спил. Делаю разметку по центру. По угольнику провожу ровную линию. При помощи шила накерниваю. И делаю сквозное отверстие. Также при помощи угольника провожу линию. Но не по центру, а смещаю ее ближе к краю. Фанерку распускаю при помощи распиловочного станка. Получается ровный и идеальный срез. Заготовку примеряю на лобзике. С оборотной стороны делаю разметку. Также при помощи угольника провожу линию под прямым углом 90 градусов. И также распускаю на распиловочном станке. Самое главное тут соблюсти ровные линии. После того, как распустил фанеру, необходимо ее примерить. Все получилось четко. Теперь буду использовать двухсторонний скотч. Приклеиваю два кусочка и обрезаю их. После снимаю защитную пленку, но не тороплюсь ее приклеивать. Еще раз хорошенечко проверяю. Недаром говорят, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. После проверки хорошенечко приклеиваю. И проверяю при помощи угольника. Полотно лобзика должно быть заподлицо с фанеркой. Теперь снимаю пластиковую защиту и вооружаю шуруповертом. При помощи сверлышка 2 мм делаю три склазных отверстия. Далее на пластике все три отверстия зинкую. После сборки, конечно же, еще раз проверил. Все ровненько. Доску к фанере прижимаю при помощи струбцинки. Ну а теперь, конечно же, тестируем нашу приспособление. Как результат, мы видим почти идеальный ровный спил. Друзья, это идея вполне отличная. Рабочая. Добиться почти идеального пива можно при помощи и лобзика. Кому понравился данный ролик, обязательно палец вверх. Напишите ваше мнение. До новых встреч. Пока-пока.